Архитектура Беларуси тесно связана с историческими событиями. Появление наиболее древних архитектурных сооружений, замков, дворцов, крепостей и церквей относят к Средневековью. Большинство из них – это уникальные памятники, которые привлекают множество туристов. На Гомельчине в числе таких достопримечательностей комплекс бывшего коллегиума иезуитов в деревне Юровичи Калинковического района. Юровичский мужской монастырь основан иезуитами в XVIII веке. В течение многих лет этот комплекс принадлежал католической церкви, однако службы здесь велись для католиков и православных, иудеев и униатов. Спустя столетия храм передали православной церкви, главной его святыне, чудотворный образ иконы Божьей Матери Юровичская. Здесь находится ее список, в Кракове ее оригинал. Этот архитектурный памятник культового назначения – воплощение не только многовековой истории, но и чудес и до сих пор неразгаданных тайн. Возникновение Юровичского монастыря связано с появлением в этих местах в XVII веке чудотворной иконы Божьей Матери. Она была написана в XVI веке. Долгое время икона пребывала у Гетмана Концепульского, затем у иезуитского монаха Мартина Торовского. Предание гласит, что он некоторое время находился в Юровичах, а потом отправился в путь. На выезде из местечка его кони остановились, и ничто не могло их заставить сдвинуться с места. Поражетный священнослужитель явственно услышал голос Божьей Матери, которая сказала, что ее чудотворный образ должен остаться в Юровичах для укрепления здесь христианства. Уже в XVII веке она здесь соизволила Матерь Божия остаться. И, собственно говоря, даже тоже я вижу здесь действительно промысел какой-то Божий, ее благое изволение. Почему? Потому что местечко Юрович на тот момент вообще не представляло собой ничего такого особенного, кроме как, пожалуй, географическое положение. То есть Припять рядом, дорога, соединяющая Лоев и Мозырь, как бы проходила здесь. То, что мы знаем, допустим, из древней истории, о том, что здесь вот была целая куча, уже на сегодняшний день где-то 10 стоянок первобытного человека обнаружили на горе на этой Юровичской, то это говорит, конечно, о том, что место здесь благодатное, и народ здесь хотел селиться. Сначала для иконы была отстроена деревянная каплица. Уже тогда слава о чудесах, творимых Юровичской иконой Божьей Матери, распространилась по всей Речи Посполитой. Этому значительно содействовала изданная в 1742 году в Познании книга «Криница ласк духовных Девы Марии с гор Юровичских». В ней было приведено множество подробных примеров чудесных спасений, исцелений и других богодеяний, связанных с заступничеством Матери Божьей. В 1680 году в Юровичах иезуиты основали свою миссию и начали строить монастырь. Одновременно возводился и собор, в котором после и находилась чудотворная икона. Строительство комплекса велось почти 40 лет. Собор, построенный в стиле барокко, поражал изяществом архитектуры. За годы своего существования комплекс несколько раз менял владельцев. В их числе были также и мозырские монахи-бернардинцы, а в 1865 году костел передали православной церкви. Храм был освящен в честь Рождества Богородицы. В неповрежденном виде он пережил Вторую мировую войну. Следует отметить, что в годы, когда храм временно закрывали, местные ксензы позаботились об изготовлении копии Юровичской иконы, а затем и подмене ее оригинала. На данный момент известны три списка чудотворного образа. В 1930-х годах, когда закрыли костел, тот список, который оставался здесь, его передали в музей краеведческий. Он сейчас находится в католическом храме архистратика Михаила в Музыре. А в 2006 году владыка Стефан, когда производили, разбирали, собственно говоря, все, что в нижнем храме, начали разбирать и обнаружили два списка. Ну, то есть списка иконы Божьей Матери, которые сейчас у нас находятся, которому мы поклоняемся. То есть эти списки отдали на реставрацию, на экспертизу, и оказалось, что они датируются от XVIII веков. То есть это на сто лет старше, чем тот, который был сделан для того, чтобы подменить подлинник. Но если современные свидетельства, то мы чаще всего слышим о том, что к ней приезжают люди, которые не могут иметь детей, вот эти семейные пары, и вот получают просимое в скорости. То есть они просят, чтобы Господь по молитвам Пресвятой Богородицы избавил от бремени бездетности. Вот, и они получают эту помощь. Стены Юровичской обители и сейчас хранят неразгаданные тайны и чудеса. До сих пор остаются неизведанными подземные помещения и тоннели храмового комплекса. А ведь то, что они существовали, ни для кого уже не секрет. Только за последнее время здесь, в ходе раскопок, были найдены ценные предметы, в том числе образ спасителя, который обнаружили в подвалах. Тогда подумали, что это, скорее всего, старинная картина, так как изображение на ней не читалось. Но со временем на холсте стал проявляться образ, и сейчас икона находится в Юровичском храме. В самом же монастыре восстанавливают монашескую жизнь, в числе его насельников, монахи и послушники. В храме проводят службы для прихожан, а также многочисленных паломников. Они приезжают сюда, как и много веков назад, из Белоруссии, России и Украины, чтобы поклониться иконе Божьей Матери Юровичской. Редактор субтитров А.Семкин